Привет! В этом видео мы рассмотрим игровое кресло Z Gaming Force Armor T1000M. Покажем процесс распаковки, сборки, подробно изучим комплектацию, разберем преимущества и недостатки, а также поделимся собственными впечатлениями от использования. Кресло поставляется в фирменной коробке, самое время распаковать ее. Коробка достаточно габаритная и тяжелая из-за массивных комплектующих. Детали внутри лежат в отдельных коробочках, что не позволяет им тереться друг от друга. В комплектацию входят спинка, сидение, подушки, два подлокотника, крестовина, комплект из пяти колес, механизм качания, газлифт, рукоятки механизма качания, комплект крепежа и максимально понятная инструкция. Кресло можно собрать без дополнительных инструментов. В комплекте есть все необходимое для сборки. Освободив наши детали от упаковки, мы можем взглянуть на них поближе и рассмотреть во всех подробностях. Каркас спинки выполнен из металла, который можно почувствовать под слоем монолитного наполнителя в виде пенополиуретана. Спинка кресла обхватывающей формы, покрыта эко-кожей. На торцевых частях мы видим оранжевую кайму, которая контрастирует с основным черным цветом кресла. В поясничной зоне и около шеи покрытие перфорированное. На подголовнике кресло вышит логотип Z. Центральная часть сидения тоже перфорированная. Боковые части слегка выше и образуют форму чаши. Справа расположен рычаг, который отвечает за положение спинки. Тыльная часть кресла обтянута мебельной тканью и на ней расположены крепления для подлокотников и механизма качания. Подлокотники имеют Г-образную форму, а пространство для рук выполнено из приятного прорезиненного материала. Массивная крестовина внушает уверенность, она полностью металлическая и каждый из пяти лучей оборудован ребром жесткости. Колеса покрыты полиуретановой пленкой толщиной 6 мм. Это покрытие износостойкое и не наносит вред твердому покрытию, по которому может кататься кресло. Еще одна особенность колес – стопоры. Механизм качания – монолитный мультиблок с толщиной монтажной пластины 4 мм. Газлифт повышенной мощности 4 класса способен работать при максимальной нагрузке в 150 кг. Теперь можно приступать к сборке кресла. В этом поможет инструкция, которая есть в комплекте. Кресло должно собираться просто, без применения особых знаний. Сейчас проверим. Сначала присоединяем подлокотники к сидению, плотно закручиваем болты. После этого монтируем механизм качания к сидению. Сразу же можно надеть рукоятки для механизма. Переходим к крестовине. Фиксируем колеса в отверстиях, а затем устанавливаем газлифт. Присоединяем полученную конструкцию к сидению. Устанавливаем спинку кресла. Она просто вставляется сверху в специальные отверстия и крепится болтами сбоку. Сборка кресла не вызовет вопросов даже у человека, который раньше этим не занимался. Следуйте инструкции и проблем не возникнет. После сборки кресла самое время оценить его габариты. Это важный фактор при выборе. Габариты кресла стоит учитывать для понимания, заедет кресло под ваш стол или нет. При полностью опущенном газлифте и опущенных подлокотниках расстояние от пола до подлокотников 67 см. Если все поднять, то расстояние будет 80 см. Подлокотники, хоть и незначительно, но регулируются по ширине. Таким образом, максимальная ширина кресла 72 см, а минимальная 69 см. Глубина кресла 44 см. В целом, стандартные габариты для кресла такого класса. Настало время проверить функционал кресла в действии. Z-Gaming Force Armor 3000M – это массивное игровое кресло со спортивным дизайном. Причем яркие цвета и перфорированные детали создают ощущение кресла от спортивного автомобиля. Основной материал – эко-кожа. В обслуживании этот материал проще и долговечнее, чем ткань. Отличительная деталь кресла – стопоры на колесиках, позволяющие зафиксировать кресло на одном месте. Подушки под шею и поясницу опциональны, и очень важно подстроить их индивидуально. В противном случае будет неудобно сидеть. Для геймера невысокого роста подушку под шею лучше продеть в отверстие. Так она будет ниже и именно под шеей, а не под головой. Если у вас высокий рост, то можно расположить подушку повыше, не продевая в отверстие. Поясничную подушку можно установить прямо в основании кресла. Как показала практика, так удобнее. Угол наклона спинки регулируется рычагом. Спинка опускается, когда вес сидящего давит на нее. А для поднятия спинки ее нужно освободить от веса, после чего она автоматически примет исходное положение. Здесь у людей не самой спортивной комплекции будет преимущество. Спинка лучше откидывается, когда на нее воздействует серьезный вес. Причем максимально спинка откидывается вот так. Можно даже покачаться. Подлокотники регулируются в трех плоскостях, что позволяет расположить их максимально удобно. Можно даже поднять на уровень стола. Стоит отметить, что у Z-Force Armor 2000M отсутствует подставка под ноги. Она, конечно, не обязательна, но, например, в модели Z-Force Armor 2000M такая подставка есть. Вот в этом видео мы делали обзор на модель 2000M. Z-Force Armor 3000M – большое и комфортное игровое кресло с удобными настройками и мощным газлифтом. Нагрузка до 150 кг. Соответственно, не самым стройным геймерам сидеть в этом кресле будет наиболее комфортно. Из минусов – отсутствие подставки для ног, но массивная металлическая крестовина, упоры для колес, перфорированная эко-кожа уверенно компенсируют этот сомнительный недостаток. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!